всем привет думала не придется мне эти маски покупать но пришлось вот купила масочку оказывается нужно вот эту страну ее носить здесь такая металлическая штучка к носу на на нос крепится взяла 10 штук и вот одна масочка по моему 73 или 75 центов я уже думала дороже будет потому что вчера сестру разговаривала это же пришлось срочно идти в аптеку покупать маску и она говорит заплатила 3 евро за маску я не знаю я купила мэн из аптека и вот 73 10 штучек взяла но придется мне придется мне потому что я позвонила у меня возникла проблема возникла проблема с глазом вот вся эта дистанционная работа она конечно вот дает себе знать я не знаю что будет с моим глазом ну чувствую что что-то серьезное слава богу зашла на сайт нашла клинику такая довольно известная клинику вообще известная клиника у нас в риге открывая сайт значит смотрю написано значит что только после 12 мая они начинают записывать на консультации но тем не менее даны телефоны что можно звонить в острых в острых случаях я так думаю да это же ненормально еще до 12 числа это все что угодно может произойти вообще конечно я не знаю я всегда думала о тех людях которые вот сейчас из-за этой ситуации они не могут попасть к специалистам это очень плохо некоторые даже боятся ну как они думают что не попасть ну в общем я все таки решила позвонить вчера правда не позвонила думала как бы за ночь может быть это пройдет но не прошло в общем я позвонила объяснила ситуацию но я не знаю меня она острая не острая говорю но вот такая проблема да поэтому или меня как-то проконсультируйте насколько это опасно или же можно как-то к вам попасть на консультацию в общем она меня выслушала и говорит сейчас посмотрим в общем говорит я и звонила в один часов представляете один час она год вы в риге живете я буду нет я в юрмале живу она очень хорошо мы тогда в два часа приезжайте представляете я не ожидала конечно да я груз знаете но говорю если честно говорю как бы я не ожидала говорю ну может быть тогда можно как-то на завтра а она еще предварительно кстати звонила врачу звонила врачу интересовалась и вот год приезжайте сегодня в два часа представляете но это конечно частная клиника платная но я в принципе уже последнее время сразу записываясь к этим платным врачам потому что это быстро и лучше переплатить сразу там какую-то сумму чем сидеть ждать в очереди и это все очень-очень долго а сейчас тем более да и раньше было знаете не попасть там допустим к тому же глазному да я помню ждала я не знаю может почти месяц месяц да вот так чтобы и все равно это мне было это была платная процедура да да ну просто в поликлинике в нашей поликлинике в центре нашем да как он сейчас называется медицинский центр не поликлиника все равно я почти месяц ждала и я заплатила 30 евро ну здесь чуть дороже 45 евро зато это сразу вот так что поеду завтра посмотрю значит что будет там ну вот она кстати сказала маску я говорю а что есть маски она гадада везде сейчас есть маски ну вот и хорошо за одной масочки купила десять штучек вот как мы сейчас и живем хотя после двенадцатого еще как бы собирается продлевается опять же ну какие-то там наверно смягчения будут каждый день у нас где-то ориентировочно после тестирования 18 по-моему вчера было сегодня 13 человек но проверяю достаточно много ну вот и не знаю когда уже такая как бы такое число выросло и сейчас как бы полностью отменять эти ограничения в общем а ну а с другой стороны это уже будет знаете бесконечно длиться да все-таки действительно и маски конечно нужны будут я не знаю кто как кто еще но производители масок конечно это хороший бизнес у нас была информация в прессе что закупили масок на 9 миллионов евро я не знаю вообще такая сумма я думаю еще закупят вот так вот и я хотела добавить забыла сказать все-таки если вам срочно надо к врачу и вы конечно не бойтесь вы звоните не думайте что вот там после двенадцатого только да потому что здесь тоже знаете вот так вот было написано вроде да они принимают только записывают после двенадцатого но тем не менее вот данные эти телефоны вот острые случаи да звоните в случае и надо звонить конечно откуда вы знаете какой у вас там случай острый не острый да нельзя ждать и нечего бояться единственное что да вот подумайте о том что все-таки купить маски потому что сейчас наверное ни в одно учреждение вы не сможете зайти без маски и сейчас наверное обязуют как бы их носить и я не знаю вот по крайней мере сейчас пойду в магазин я думаю в магазине еще как бы не требуют да но нет еще у нас такого официально да что мы как бы везде должны ходить ну к врачу конечно это обязательно да вот так что всем пока всем хорошего здоровья до новых встреч